Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Сегодня глава Тобольска Максим Афанасьев участвует в общероссийском форуме «Города России. Новые рубежи», который проходит в Екатеринбурге под патронажем Министерства экономического развития Российской Федерации. В городе имеются хорошие наработки в планировании туристического каркаса. Городоначальник выступит на сессии «Туризм как драйвер развития», расскажет о инвестиционных кейсах, уже реализованных, так и тех, которые находятся в работе и в планах. Команда из Тобольска обкатывает опыт презентации инвестиционного и туристического потенциала. Вывели на экран яркие ролики с городских событий. Улучшение качества городской среды, развитие моногородов, темы обсуждения которых позволяют узнать лучшие практики. В Тобольске прошел день призывника на базе военно-спортивного молодежного центра «Россияне». Студенты проверили свою готовность к службе в армии. Подробнее расскажет Елена Макова. День призывника для первокурсников Тобольского многопрофильного техникума стал событием. Совсем скоро они вступят в ряды российской армии. Уже сейчас многие понимают, что срочная служба – это не только обязанность, закрепленная в законе, но и патриотический долг каждого гражданина. К армии отношусь хорошо. Хотелось бы съездить служить, отдать долг родине. Этот день, он каким-то образом дает возможность молодому человеку почувствовать себя тем, что он будет когда-то солдатом, что появляется какая-то новая ответственность у него и, наверное, за будущую службу в армии, за подготовку к этой службе. Сейчас этим ребятам по 16 лет. В феврале 2024 года они встанут на воинский учет. Я вам скажу, что уже многие ребята подходят ко мне, здороваются там и представляются даже в плане того, что мы с ними сталкивались на всевозможных мероприятиях. Вот один говорит, я был в свое время на конкурсе «Строя песни», был командиром группы. Будущие призывники показали свою силу, быстроту, меткость и ловкость, приняв участие в состязаниях. В военно-спортивном молодежном центре «Россияни» студенты СУЗов и ВУЗов раз в год проходят начальную военную подготовку. В этот раз команды прошли три этапа. Ребята на скорость, задевали противогаз, подтягивались на высокой перекладине, была и стрельба из винтовки. У ребят еще есть год-два, у них даже три года для того, чтобы подготовиться к службе. Сейчас на День призывника они узнают, что это такое, посмотрят, что у них получается хорошо, что не получается. И как раз у них будет время, чтобы это подтянуть. То есть в армию прийти уже максимально подготовлено. Будущие призывники показали хорошие результаты. Лучшие из лучших были отмечены памятными подарками. Анастасия Плюснина, Елена Макова, Рустам Брузеев, Тобольское время. 29 ноября в 17.00 состоится прямая линия губернатора Тюменской области. О всех волнующих темах можно написать в комментариях под публикацией в соцсетях Александра Мора. Либо позвонить по телефону на номер 122. Глава региона ежегодно проводит прямую линию. Предстоящая уже будет десятая по счету. На предыдущие за полтора часа губернатор ответил на 39 вопросов. Всего их поступило около полутора тысяч. С каждым обращением была проведена работа профильными департаментами и структурами. Напомню, что на предыдущей прямой линии Александр Мор принял решение поощрить ребят, набравших 100 баллов за каждый предмет ЕГЭ. Они получат 100 тысяч рублей. По итогам этого года максимальные результаты у 63 школьников. Пять из них набрали 100 баллов по двум предметам. После четырехлетнего ремонта распахнул двери государственный архив в городе Тобольске. Все ученые, исследователи и просто табаляки, желающие узнать свое прошлое из страны, получили возможность вернуться в стены, где ждут их открытия. С подробностями Ольга Куричко. Для Николая Злагостева Тобольский государственный архив «Второй дом». Работая здесь в охране, он самостоятельно освоил науку о родстве и династиях. Составив почти 500 родословных, он стал ведущим специалистом по генеалогии Тобольской губернии. За четыре года ремонта здания к нему выстроилась очередь из желающих узнать свое прошлое. Вот, к примеру, Скипины. Скиба, он запорожский артаман Михаила Скиба, созданный в 1618 году. Так я по им ушел в 18 поколение. Мой предок написано «Лавка посадья человека Трофима Злагостяя». 80% посетителей архива приходят сюда за родословными. Им в помощь в читальном зале установили 10 мощных компьютеров. Профессиональные историки разрабатывают свои научные темы. 2023 объявлен в Тобольске годом Михаила Знаменского. Вырос интерес и к его близким. Отец был уважаемым священником, брат честным чиновником. Была выявлена метрическая запись о венчании его родителей. Мы знали, сколько лет было его матери. Ей было всего 14. Да, юная была совсем. Александра Львовна. Выявили документы о его брате Николая, который служил в приказе осыльных. Он очень сильно переживал о том, как одевали партии в дорогу. То есть они же должны были получить хорошую одежду, а подрядчики выполняли это недобросовестно. Упоминание о Николае Знаменском обнаружил тобольский историк Вадим Сулимов. В дарственной Наталье Фанвизиной супруга декабриста решила перед отъездом из Тобольска подарить два дома старшему брату Михаила Знаменского. Как она указала в дарственной, это за услуги, оказанные Николаем, скажем так, данной семье. Я думаю, что Николай и, в первую очередь, конечно, и отец, священник Стефан или Степан Знаменский, они передавали письма, которые писали декабристы между Тобольском и Лутаровском. Двери Государственного архива открыты для всех, кто желает узнать свои корни и открыть белые пятна в истории страны. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время. Тоболики уже в пятый раз поддержали просветительский проект «Всероссийский экологический диктант». Медицинский колледж имени Володи Солдатова стал одной из площадок для его проведения в офлайн-формате. Тестирование прошли сотрудники, студенты учебного заведения и приглашенные гости. Сохранение природы в том ее первозданном смысле, как она нам дана, очень важная задача медика. Это профилактика заболеваний, это собственное экологическое поведение, направленное на то, чтобы когда каждый из нас будет беречь природу, она, конечно, будет сохранена. Было необходимо ответить на 22 вопроса, касающиеся разных направлений экологии. Интересный был вопрос по грибам. Какие функции грибы выполняют, выделяют ли кислород, процессы разложения, ну и некоторые дополнительные ответы, которые являются дезориентирующими, но в этом и суть, в этом и интерес. Проверить знания в сфере защиты природы может каждый. Для этого необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте ecodictant.rus до 26 ноября. Дождливая погода приносит много слякоти на дороге города. Коммунальные службы борются с грязью. Для этого пробуют новый формат содержания дорог в межсезонье, сообщил глава Тобольской Максим Афанасьев в своем телеграм-канале. Коммунальщики смывают грязь в ливневке, вода на проезжей части не застаивается, высыхает. Как следствие, не создается лишний гололед. Для проведения такой уборки используют две поливомоечные машины и три подметальные. После этого на газели вымывают край тротуара, бордюрную зону, очищают и промывают дождеприемные решетки. Добавлю, что синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем до конца рабочей недели. При этом на следующее не ожидается крепких морозов. Температура будет варьироваться от минус пяти до минус десяти градусов. Тоболячка Ульяна Саламатова стала председателем регионального совета первых Тюменской области. Девушка уже более десяти лет занимает активную позицию в добровольческом движении. Познакомилась с ней Наталья Китова. Тоболячка Ульяна Саламатова Это дает много возможностей, много поездок, дает потенциал раскрыть себя, показать, что ты можешь, что ты делаешь, на что ты способен. Особенно это помогает в том, что в движении первых есть множество направлений и добровольчества, и медиа, и гражданская активность, и юнармия. Можно развиваться в разных направлениях. На прошлой неделе в Ребячьей Республике активисты движения первых участвовали в первой региональной школе актива. Более 250 ребят со всей области приехали в Тюмень, чтобы поделиться друг с другом своими инициативами и опытом. Мне нравился проект «Театр в городе». То есть ночные театры, ночные подстановки. И многим ребятам, когда я вынесла этот проект, сказала, что сейчас его нет в городе, многие меня поддержали. В школе номер 18 есть свой отряд российских орлят. Ребята реализуют свои маленькие проекты и учатся быть лидерами. Ребята видят успехи других. Это различные проекты, планерки, совещания, летучки и так далее. То есть мини-руководители, мини-сотрудники, как проводятся, например, на педагогическом составе летучки, так мы и проводим с детьми. Они чувствуют важность определенных событий, важность своего «я». Впереди у ребят новые проекты. Сейчас они готовятся к зимней школе актива. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. Три большие новогодние елки установят в Тобольске. Зеленые красавицы появятся на Красной площади, Пятницком катке и в Александровском саду. Уже появились эскизы новогоднего оформления города и программа мероприятий. В древней столице Сибири пройдут благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции, акция «Елка-желание» для детей с ограниченными возможностями здоровья и семей военнослужащих. Глава Тобольска Максим Афанасьев приглашает и представителей бизнеса поучаствовать в мероприятиях. Уже есть первые желающие организовать на своей территории активности. Также тоболяки вместе с семьями и трудовыми коллективами будут строить снежный город. В этом году его сделают в Нижнем Посаде. Праздничная афиша, карта катков, горок и пунктов проката находится на специальном сайте. В детском технопарке «Кванториум Тобольск» завершился марафон хакатанов. Более 60 школьников и студентов предложили 25 проектов по обновлению улиц города. Что предлагали начинающие проектировщики, расскажет Шамиль Гулеев. Разместить другие различные арт-объекты, такие как, например, скульптурная экспозиция «Скрипичный ключ». Экспозиции «Скрипичного ключа», музыкальные лавочки и другие арт-объекты наполнить улицу Алябьева ученики 9-й школы Тобольска хотят многим. Они предлагают три проекта на хакатоне «Пульс города». Его проводит детский технопарк «Кванториум Тобольск». Интересная идея – размещать информацию о знаменитых земляках в новом формате. Здесь можно узнать различные факты, в данном случае о Дмитрии Ивановиче Менделееве. Мы постарались сократить информацию. Также здесь есть QR-код, по которому можно перейти и прочитать его биографию. Это будет интересно. Для детей, подростков. Это затягивает. Хочется продолжения. Хакатон «Пульс города» проходит в Тобольске уже 4 года. В 2023-м проект посвящен истории города и детскому технопарку «Кванториум». В номинации «Вот эта улица» нужно представить идеи по обновлению общественных пространств. Более 60 школьников и студентов подготовили 25 проектов. Множество проектов, они уже параллельно сочетаются с теми идеями, которые есть на сегодняшний день у города. Соответственно, уже есть наработки. И если объединившись с нашими юными жителями, проектировщиками, можно реализовать любую из представленных идей. «Пульс города» завершает большой проект «Марафон Хакатонов». Он стал победителем программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». В течение 9 месяцев дети разрабатывали и другие проекты по техническому заданию. Одним из больших результатов проекта «Марафон Хакатонов Мегахак» является то, что в нашем «Кванториуме» мы реализуем часть проектов, которые были представлены в ходе Хакатонов. И одним из таких проектов является арт-галерея. А результаты проектной деятельности можно будет увидеть на улицах Тобольска. Шамиль Гуриев, Михаил Куричко. Тобольское время. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова